Кто их выпустил? Такие маленькие трости, метражо маленькие. Это вообще удивительно. Нина Куликова, инвалид по зрению с детства, пять лет ждала так сильную складную трость. Но когда ее получила, испытала лишь разочарование. Вместо положенной при росте женщины длины метр двадцать, палочка оказалась короче на 30 сантиметров. Ходить с ней просто невозможно. Если мы возьмем в гневе и напишем, что отказываемся, ну там немножко что-то не допишем, от нас могут вообще отказаться, вообще не выделить. Понимаете? Как будто нам она уже не нужна получается. Всего насчитывается 40 видов тростей. На их поставку был заключен госконтракт и ответственность за работу поставщика. Фонд социального страхования не несет, пояснил руководитель Челнинского филиала ФСС. Составим список, по этому единому списку произведем замену. Все это список передадим поставщикам и в ближайшем, так скажем, в ближайшей поставке все это заменим. Заменить придется более сотни тростей. Многие слепые, не дожидаясь помощи от государства, уже приобрели их самостоятельно и могут рассчитывать на компенсацию. К качеству работы сотрудников фонда есть и другие претензии. Я просто ее попросила, говорю, а можно складные? Они-то не такие, не цельные, потому что я говорю, я не всегда пользуюсь, когда с сопровождающим хожу, а только через дороги хожу с этой тростью. Она говорит, нет, у вас тут не написано гибкое. Этот вопрос требует индивидуального решения, поскольку обеспечение средствами реабилитации входит в полномочия Фонда социального страхования лишь с января этого года. Поспешил ответить начальник филиала. Челнинские инвалиды надеются, что их проблемы будут решены в ближайшее время. Ведь в самом разгаре месячник «Белая трость» продлится он по 15 ноября. Татьяна Коронаева, Петр Греков, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.